Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы начали говорить о самой знаменитой и в то же время, парадоксально, самой нечитаемой среди православных зачастую, самой непонятной среди православных зачастую книге Библии. Нечитаемой и непонятной, возможно, что эти две вещи являются причинно-следственными связями, потому не читаем, что не понимаем. И вот для того, чтобы познакомить с этим текстом, который, в принципе, по идее, должен быть знаком, мы решили в нашей студии и будем разговаривать с ректором Самарской Духовной Семинарии, с отцом Максимом Кокарем. Здравствуйте, батюшка! Добрый день! В прошлый раз мы поговорили с вами о структуре Библии, об авторстве Библии, поговорили о таком диковинном для слушателя обывательского, для обывательского слуха термине «богодохновенность». Сегодня я предлагаю поговорить о переводах, потому что с этим явлением культурным связан один часто задаваемый вопрос, когда человек, ну, скажем, хочет о чем-то поспорить с церковью, хочет оспорить ее право вообще на существование, мол, «Бог у меня в душе, церковь мне не нужна». И один из аргументов вообще, ну, вот текст Священного Писания, ну, он же переведен, да переведен еще и не один раз с еврейского на греческий, с греческого на русский. Ну, невозможно же при этом переводе, чтобы сохранялось все то, что должно сохраняться, например, да, то есть наверняка были искажения. Искажения могли быть конъюнктурные, потому что, как ни крути, переводчик или комментатор, ну, вернее, так скажем, переводчик, он всегда комментатор, и комментатор всегда соавтор. Вот, да, то есть он, как ни крути, какое-то свое личное видение, об этом мы поговорили в прошлый раз, да, вот это вот авторское свое видение, он может привносить. Но прежде чем на этот вопрос ответить, может быть, мы его перенесем на вторую половину нашей передачи, в первую очередь давайте поговорим вообще в принципе о Библии как переводимом тексте. Сколько у нас есть переводов, какие они, ну, по возможности, может быть, понятно, что в рамках короткой передачи, да, мы, может быть, не скажем обо всех, но об основных, которые используются, может быть, в нашей современной русской православной практике. Ну, то есть вот этот синодальный перевод, он из чего-то вырос, вот, что ему предшествовало до этого. И поговорим о том вообще в принципе, почему, ну, то есть вот мы знаем, например, католики в свое время объявили, что только есть один сакральный язык латинский, на этом латинском языке должно служить. Три, если быть точно. Греческий, латинский и иврит. Да, ну, богослужение ведется на латыни, вот, священное писание, опять же, как правило, использовать нужно вульгату, то есть вот этот вот латинский перевод, против чего, собственно говоря, восстали протестанты, которые призывали перевести Библию на национальные языки. Вот об этом, обо всем мы сегодня постараемся поговорить. Давайте поговорим об истории перевода священного писания. Каков язык оригинала и как, может быть, это потом дальше переводилось? Язык оригинала, у Библии нет единого языка оригинала, потому что это Ветхий и Новый Завет. Язык Ветхого Завета в основном это иврит. Вот, причем там есть уже в поздних книгах есть арамейские, какие влияния и вставки, но они, скажем так, незначительные. Язык Нового Завета это греческий, ну, тот, который сейчас бы назвали древнегреческий, хотя тогда это был совершенно разоговорный, один из самых распространенных диалектов, Александрийский вариант, Койна, такой народный язык. Вот, и что касается переводов, то самая первая история, связанная с переводом, перевод Ветхого Завета с иврита на греческий. Это еще до христианства, христианство отношения никого не имело, это там в третий век до Рождества Христова, вот по, как все сказали, спецзаказу греческих правителей Египта, то есть осколков империи Александра Македонского, там была династия Патолемеев, по заказу одного из Патолемеев, который начинает с собирания этой огромной библиотеки Александрийской, он, так как, гласит об этом устойчивое предание, да, узнав, что есть такая книга, которая для целого народа является священной, ее прочитать невозможно, поскольку язык этот не знает никто, кроме самого этого народа, да, он вот, учитывая, что тогда Палестина находится в политическом, как раз, да, частью является вот этой державы Патолемеев, он, скажем так, заказывает, причем при определенном давлении, надо сказать, что этот первый опыт, который сдвинул, вообще стал знакомить мир с Библией, он для самого еврейского народа оказался очень травматичным, то есть, в принципе, они изнутри себя вот этого миссионерского запала рассказать всем остальным не чувствовали, для этого народа этот завет был только заветом их с Богом Израиля, и когда пришлось на этот, так сказать, язык, иной язык, язык язычников, да, на греческий, перевести Писание, вообще для народа стал трагедией, вот перевод, сделанный, значит, по поддавлению Патолемея, значит, в принципе, считается, это время, это факт считается трагедией израильского народа, но для верующих иудеев, для многих, не скажу, для всех, это такая, скажем, то, чего делать было не надо, потому что это наша книга, наш завет, и вот нечего его своими языческими руками трогать, вот, но, однако же, это очень сила изменила, объективно изменила ситуацию со знакомством, мы знаем, что еврейский народ очень сильно, вот, в последние века, там, Дорожьего Христова рассеивался по миру, начиная, там, еще с Вавилонского завоевания, и те представители диаспоры, которые жили где-нибудь уже в Европе, в Греции, в Рим, потом, в качестве пленных, не только поколениями, они на своем языке уже зачастую Писание не читали, это видно, что, кроме как, наверное, в Палестине, на иврите, вот, к времени нашей эры, скажем так, после Рожеста Христова, во всех остальных регионах читали как раз Септуагинту, это вот тот самый первый период, который Септуагинт, это числительное такое греческое, 70, его называют перевод 70, ну, на самом деле, там было 72 по преданию человека, толковники по 6 человек от 12 колен Израиля, перевести могли только сами евреи, Птолемей это понимал, то есть он дал задачу просто найти этих людей, которые под неким давлением согласились это сделать, это мудрецы, которые знали и свой родной еврейский язык, и вот уже греческий, становившийся тогда для всего Цареземного моря таким общекультурным контекстом, то есть это время уже эллинизации, уже после Александра Македонского, и вот этот перевод сделал Библию, и вообще монотеизм библейский, да, библейского характера, сделал достоянием, то есть многие люди смогли прочитать, до этого действительно, если ты не знаешь иврит, а его никто, так сказать, не знал, не ставил себе такой задачи в остальном Средиземном море по большому счету, и вот это очень важный был прорыв, потому что когда проповедовали уже апостолы и, скажем так, опирались в том числе и на, так сказать, пророчества, на ветхий язык, конечно, степень знакомства была уже больше, они могли, уже поэтому появились такие, такой феномен, как, ну, празелиты, как язычники, тянувшиеся к, значит, к вере в единого Бога, да, и их было достаточно много уже, то есть мы постоянно встречаем таких празелитов, а они приходили в основном не через знания ивритов, это бывшие сирийцы, греки, там, римляне даже нередко, которые тянулись, которым язычество уже, да, было пройденным тапом, которые тянулись, и здесь возможность легче познакомиться с библейской верой, уже не надо для этого иврита изучать, да, она была, даже сам этот первый перевод был прорывным таким фактом, хотя для самого изоанского народа это скорее негативный был такой опыт, чем положительный, вот, и, а потом в дальнейшем, конечно, и, кстати, и Ветхий Завет, это не единственный, просто самый первый перевод, то есть переводов Ветхого Завета на греческий язык появилось еще несколько авторских, мы их знаем уже по именам, и когда-то в третьем веке христианский уже мыслитель, философ, богослов, ученый Ориген, он составил знаменитые гигзаплы, это таблица из шести, значит, таких столбцов, где текст Ветхого Завета представлен, вот, во-первых, на, собственно говоря, Септуагинт перевод, сначала иврит, собственно говоря, потом Септуагинт, а потом перевод Симаха, Феодатиона, Акила, то есть там целый ряд, и он их сличал, то есть это вот тоже уже работа такая, сугубо научная такая, Ориген был действительно таким лингвистом, вот, исследователем, это первый такой серьезный опыт, для этого надо, да, знать было хорошо язык оригинала, он один из, на самом деле, не так много, даже христианских богословов хорошо знали язык оригинала Ветхого Завета, ну, греческий для них был родной в основном, а у Светхого Завета было сложнее, вот, и потому что пользовались действительно в основном Септуагинты, то есть не обязательно нужно было знать, а что касается дальнейших переводов уже Нового Завета, и вообще собирание этого всего в какой-то единый комплекс Ветхого с Новым, да, это как раз уже первые века нашей эры, понятно, что писали апостолы на греческом, на современном, вполне себе разговорном, такой живом достаточно языке, но очень рано стало ясно, что большое количество народов, живущих на той же самой территории империи, ну, не очень владеют этим языком, потому что у них есть свои какие-то, да, там, народные языки, гораздо более близкие, так появляется достаточно рано, там, да, в веке, наверное, в третьем, то есть, сирский перевод пиши-то, появляются древние латинские переводы, поскольку латинский это официальный язык империи, язык документа оборота, язык, значит, столицы, и, ну, все равно язык культуры греческий, но западная часть империи, да, простые, так сказать, латинские жители, ну, не все знали греческий язык, и поэтому появляются древние итальянские переводы, еще до Вульгата, Вульгата это самый распространенный, каноничный, я бы сказал, латинский перевод, но он же не первый, то есть, там были более древние, они там, может быть, в тех степени сохранности хуже, вот, но, то есть, это, наверное, самое, ну, и потом, соответственно, появляются достаточно рано, там, эти армянские переводы, потому что просвещение Армении, это очень рано происходит, даже на уровне государственной религии, в Армении христианство раньше, чем в Римской империи принимается, то есть, вот, закавказские языки, вот, поэтому, ну, а сейчас, на данный момент, Библия, ну, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что самый переводимый, переведенный памятник литературы, потому что, вот, эта миссия, там, да, всех церквей, у нас обычно говорят про миссию, вот, про западных христиан, ну, сколько, на сколько языков перевели мы, просвещая, там, в восточную часть нашей страны. А вот вопрос, тот, который уже прозвучал в начале, вообще, как тогда появляется теория сакральности языка? Вот, кто ее формирует, что, значит, священное писание можно читать только на этом языке, и ни в коем случае нельзя, там, переводить на чувашский, мордовский, не надо переводить на языки малых народов и так далее. Как вообще эта концепция? Это западная история, да, и она тоже не сразу появилась. Сначала мы видим, что метод первый, ну, хотя бы, так сказать, для себя на своем языке, да, не, конечно, с греческого. И так бы, конечно, если говорить, что возможны и сакральные только языки оригинала, тогда и латынь тоже перевод. Вот есть древнееврейский, есть древнегреческий. Но себе удобнее считать на латыни, это нормально. А вот в средние века, и где-то мы видим, что это появляется, наверное, как раз в веке, там, восьмом-девятом, с этим столкнулись, например, наши славянские братья-просветители славян, ну, то есть этнически они были, там, полуславяне или чисто греки, это Кирилл Мефодий. Когда они стали переводить как раз на славянский язык, это новое тогда было такое, да, явление, а то только-только начинается христианизация славянских народов, тогда мы видим, что еще этого не было. Эта идея не была, в смысле, она зарождалась, но она не была доминирующей. Поэтому когда, ну, учитывая, что церковь была едина еще до раскола, когда римский папа посчитал, что что-то там надо выяснить, что там происходит, насколько эта миссия вообще легитимна, да, и все ли там делается правильно, они были вызваны для одних отчета в Рим, разобравшись в том, что они делают и чем они занимаются, папа их на это благословил. Один. Но потом папа умирает, меняется ветра, значит, в Риме, какие-то такие политические, идеологические, и следующие римские святители уже критически относятся к идее славянского перевода, славянского богослужения. Появляется история про то, что сакральных языка три, и под это же подо все надо подтянуть, да, чтобы хоть как-то это аргументировать, там, блестящая аргументация, что вот они священные, потому что на этих языках была написана вина Христа на табличке над... во время распятия. А, вот так, вот этого я не сломал даже. Там же сказано, что написано, был Иисус Назарей, царь иудейский, и было написано иудейский, греческий, римский. Все. То есть латынь там тоже была, поэтому замечательно, хоть латынь-то не оригинальный язык для описания, вот она освящена этим. То есть это главный аргумент, других аргументов просто нет. И на этих языках ладно, можно. Понятно, что на иврите никто на тот момент, ну, не было христиан, молящихся на иврите, да, а вот греческие, латинские, да, в принципе, они, ну, свое богослужение на латыни, но они как бы спокойно могли относиться, что где-нибудь там, ну, на греческом совершается богослужение. Но все, на этом все. А славянский, ничего по-славянски написано на кресте не было, мы так понимаем. Вот, и потом эта теория начинает все больше и больше утверждаться, и да, действительно, очень долго, вот, и протестантизм, одна из причин как раз появления протестантизма вот в этой такой некой закостенелости, и одно из первых дел, которые совершает Мартин Лютер, да, и переводит на немецкий язык. То есть там уединяется, занимается этой работой. Поэтому... Но концепция сакральности, вот я удивляюсь тому, что концепция сакральности языка, она как бы вроде бы ушла, уходит, но появляется концепция сакральности перевода. Ну, вот, например, мы знаем, что сейчас российское библейское общество сделало современный русский перевод, вот тут, может быть, как раз и стоило бы сказать об ошибках, некоторых искажениях. Мы знаем, что синодальный перевод зачастую такой калькированный, он некоторые слова просто подстрочником переводит, от этого зачастую искажается даже не предложение, а смысл того, что делается и происходит. И российское библейское общество посчитало необходимым эти вот искажения как бы уточнить и сделать более точными, но я смотрю, как сложно происходит переход вообще на современный русский язык, даже просто вот на уровне чтения, там, ну не знаю, на Софийской набережной, в храме Святой Татьяны, в семинарии, что люди все равно хотят смотреть синодальный перевод, они к нему как бы привыкли, и то, что происходит вне этого синодального перевода, почему-то расценивается как модернизм, ересь и так далее. Ну, это общий, наверное, какой-то, не знаю, консерватизм, все прекрасно понимают, что он церковь в принципе присущ, это не всегда плохо, ну, торопиться и быстро принимать какие-то вещи, но должно быть какое-то время, то есть мы должны понять, что, во-первых, а, идеальных переводов нет вообще, ну, то есть на русский язык существует гораздо больше переводов, чем просто синодальный и современный РБО, да, то есть опыты, многие грамотные люди предпринимали авторский, вот у Победоносова Константина Петровича, уж на что, в принципе, человек консервативный и просто символ такого консерватизма, человек, который подморозить все хотел, но так он же очень грамотный, языки знал хорошо, у него же есть перевод, да, Нового Завета, Победоносовский. Я небольшой специалист, чтобы сравнивать, насколько он точный, но сам факт того, что человек сидел и занимался этой работой, то есть переводил сам. Есть другие переводы авторские, есть, поэтому человек сильно интересующийся, он просто берет, раскладывает, да, интересно, это даже иногда интересно сличать, и сейчас на наших встречах уже много таких людей, которые спокойно относятся, и есть люди, которые там переспрашивают, это мы сейчас по какому переводу начинаем, потому что у меня в руках, это даже иногда интересно, я чаще всего читаю, значит, современный перевод, и я об этом сразу говорю, потому что у вас на руках синодальный, и вы, следя за мной, можете увидеть, что так разу сразу у людей как раз там непонимание какое-то, и мы начинаем это непонимание обсуждать, почему так переведено. В некотором случае действительно к синодальному переводу много претензий, но и нельзя сказать, что современный прям идеален. Я думаю, что пройдет какое-то время, появятся другие переводы. Давайте кратко расскажем про синодальный перевод, как он вообще появился. То есть вот мы сказали про Кирилл Мефодия с переводом на славянский язык, и потом вдруг неожиданно возникает тема синодального. Как вообще происходил этот перевод, во-первых, а во-вторых, ну ладно, во-вторых, я задам вопрос после. Ну, очень долго у нас бытовало, значит, писание на славянском языке, причем даже в полную славянскую Библию оно у нас очень поздно сложилось. У нас вообще вот как-то так исторически сложилось отношение к текстам, ну, у нас, ну, что, может быть, некоторые интересовались, то наши зрители знают, что у нас Геннадьевская называется наша славянская Библия. Это говорит о том, что только в самом конце 15 века все это собрали, вот, то есть мы, там, почти 500 лет были крещены, но у нас единого текста Библии не было. То есть большая часть были, но это все это было, так сказать, кусками. И что-то приходилось тому же Геннадию Новгородскому при помощи своих помощников, среди которых, кстати, вверх экуминизма были католики, помогали ему переводить, потому что эти вещи переводились, значит, с еврейского, например, там, на латынь, а уже потом на знакомый, были гораздо более знакомые нам латынь, да, значит, на славянский. И у нас появляется славянский текст полный, только в конце 15 века, там, 1499, совсем самый конец, 90-е годы. А идея переводов на русский язык, она появляется, ну, она как бы тоже обсуждается, обсуждается, начиная чуть раньше, и у нас в начале 19 века, еще до Синодального, у нас появляется филиал библейского общества в России. А потом при Николае Первом было закрыто, этот филиал, когда начались там другие консервативные. Но при Александре Первом, да, это была такая вот эпоха нашего включения во все общеевропейские процессы, там, во все, у нас там и масоны свои появились, всем войну и мир читали, все как положено. Ложи свои, в том числе и отделение библейского общества, оно такое межконфессиональное, то есть там все, там нет, оно не только православное или не только протестанское, такой общихристианский проект. И вот они начинают переводы. И в принципе, первый перевод, вот у меня есть очень хорошо, на удивление, сохранившийся Евангелие 1821 года, еще конца проявления Александра Второго, тогда появляются на русском языке издания. Еще не вся библия, то есть начинается там вот с Евангелия, потом этот проект сворачивается, потому что при Николае Первом, да, ну, то есть другие тенденции, так сказать, более консервативные. Но все равно подспудно необходимость, она просто уже назрела. То есть, конечно, если там сколько-то веков ранее славянский текст писания был грамотным людям нашим, которые и учились-то читать по псалтирии, в принципе, понимали. То есть они и учились читать по отдельным книгам Библии. У нас учились по псалтирии, по псалтирии была учебная книга. Или там по часа слова учились, да. Поэтому это было понятно. То в 19 веке, конечно, уже все было не совсем так. И необходимость русского перевода, он понимал всем, потому что образованно читали на французском. То есть доходило до того, что мы знаем, что... Или перевод короля Якова, английский. Да, да, да. King James Version, да. То есть, а русского не было. То есть дворяне читали на французском прекрасно. Вот. Ну, как-то это ненормально. И вот уже потом, он начинает называть себя дальним, потому что, ну, если что-то совсем уж нельзя там предотвратить, надо возглавить, да. То есть все-таки Сенот долго, со скрипом, это сложно. Ну, огромную роль сыграл, конечно, в этом Филарет Московский. Еще даже он сотрудничал с этим библейским обществом еще до, еще в молодости своей. В принципе, он эту идею никогда не оставлял. И в конечном итоге это, ну, в значительной степени его дело. Не вот лично, это коллегия, конечно, переводчиков. Поэтому называется Сенотальный. У нас совсем немного времени. Я бы все-таки хотел главный, обозначенный в начале передачи вопрос, хотя бы так, тезисно осветить. Мы сказали, что вот, да, сейчас современная ситуация такова, что, например, возглавляющий чтение священного писания пресвитер, или иногда могут быть это просто старшие прихожане, они могут взять в руки, например, современный русский перевод. Кто-то может взять, ну, кто там совсем заинтересован, перевод Десницкого, например, какого-нибудь. Кто-то берет Сенотальный. Мы иногда даже в греческий заглядываем, когда уж совсем сильно... Женевская Библия, благо, нам в этом помогает, она как бы сопоставляет несколько текстов разом. Но вот тогда встает вопрос. Во-первых, не рождается ли ощущение, что я могу сам какой угодно перевод использовать, а, соответственно, как угодно понимать текст священного писания? И сопутствующий этому вопрос, ну, а если все, вот, есть искажения, есть ошибки, где гарантия, что мы вообще, в принципе, нам что-то преподносится, как истина в последней инстанции, что это вера? Мы должны просто понимать, что все различия, которые существуют, они, конечно, существуют, но они касаются все-таки не центральных вещей в основном, не смыслов. То есть мы, какой бы мы перевод ни взяли, там, допустим, Евангелие на любом русском, славянском, то есть мы нигде не найдем, как некоторым кажется, таких глубинных искажений, что там Христос не воскрес. Это будет касаться, вот в еврейском что-то теряется, еврейский очень поэтичный язык, там теряется поэтика. При любом переводе это печальный факт, но по-другому не бывает, потому что если ты хочешь понять поэтику этого языка, ну, тут нужно изучать еврейский, потому что иногда идет просто игра слов, да, то есть когда словосочетание на еврейском ветка миндаля, оно же может быть совершенно, да, просто по-другому. И непонятно, почему тут миндаль, да, при тех норовоучительных сентенциях, которые там есть. А это просто игра слов. Учитывая, что еврейский вообще без загласовки, там с гласными, там вообще отдельная история, все играет совершенно разными красками. Но это все такая тонкость, которую, ну да, то есть ты ее не... Надо признать, что ты не все это поэтику улавливаешь, но мы говорим, что ключевые смыслы все равно они не ускользают. То есть крайне сложно испортить до неузнаваемости. Попытки искусственно, например, сильно зачистить текст были. Это самое изменение, это, наверное, масоретская правка еврейского текста, когда уже в нашу, в пику христианства и уже в христианскую эпоху, это, значит, первое тысячелетие нашей эры, скажем так, да, еврейские справщики, масореты, они действительно очень... Некоторые места мессианские почистили, но с момента нахождения кумранских рукописей уже чуть лучше, мы знаем, дома саретский текст, тоже не идеально, потому что сохранность, учитывая древность рукописей Ветхого Завета, она не такая, как у Нового, да, там у Нового Завета огромное количество рукописей, слава богу, это непрерывно. А тут действительно почистили и изъяли из обращения то, что, так сказать, надо было изъять, но все равно находки до сих пор некоторые случаются. Вот Кумран он пролил очень многие, там можно просто сопоставить кумрану, потому что это те находки, которые были, ну, в Ветхого Завета были написаны задолго до мессоретской правки. Поэтому они показывают, что да, конечно, некоторые вещи, но это скорее область споров для специалистов. Отец Максим, спасибо огромное, очень насыщенный, интересный диалог. Напомню, что у нас цикл бесед, и в следующий вторник мы будем говорить о, ну, назовем условно так тему, а заглавим, как Библия, инструкция по применению, как правильно читать, как сделать все необходимое для того, чтобы понять Библию. Об этом в следующий раз. До скорых встреч с вами. До свидания. До свидания и вам, дорогие братья и сестры. Храни всех вас Господь. Присоединяйтесь к нам в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова